Я хотела сказать про произведение. Про произведение. Прекрасно. Кто композитор? И как называется? Можешь сказать? Потому что есть ребята, обучающиеся в музыкальной школе, которые, ну это очень смешно, но начинают что-то играть, особенно если это ютюды, какие-то технические пьесы, и не знают, кто написал, не знают автора, не могут сказать, в каком характере играть, с какими штрихами, это всегда очень смешно. Конечно, начинать надо, конечно, с этого. На мой взгляд. Мы же занимаемся чем? Вот чем ты занимаешься? Так вообще, чем ты занимаешься? Музыкой же, правда? Трудный вопрос. Музыкой мы занимаемся, поэтому всегда от музыки. Согласен? Саша, согласен? Конечно, от музыки. Ну, пожалуйста, как называется произведение? Что ты хочешь назвать? Произведение называется... Тебе ноты дать, забыл немножко. Мамочка, ну помогайте. Как называется пьеса? Матин-Свинг. Какое интересное название. Матин-Свинг. Так. Вот, придешь дома, домой? Обязательно. Мамочка, помогайте, ладно? Обязательно надо выучить, кто композитор. Зачем? Зачем мы это делаем? Ну, как же можно читать произведение, учить стихотворение наизусть, если ты не знаешь, кто написал это стихотворение? Тогда мы не узнаем, в какой эпохе жил композитор. А зачем нам это нужно? В какое время? Значит, в какой был стиль, какая была мода, каким звуком тогда играли? Вот это все надо обязательно знать, чтобы не попасть в просак. Пожалуйста. Но по одному названию, латин-Свинг, мне кажется, что это произведение современное. Потому что слово свинга, оно явно из такого направления в музыке, как джаз. Ты согласен? Да. А джаз когда появился, ты знаешь? Ну, примерно. Тоже нет. Вот, значит, мамочка, это к вашему педагогу. Что ж вам, педагог, разве не дает советы изучать, читать, внимательней? Вот, пожалуйста, значит, придете домой, займитесь этим сами. У вас интернет есть дома? Ну, значит, нет никаких на этом сейчас кабин. Пожалуйста. Заговорил мальчик, ну, с вами. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пожалуйста Попробуй еще раз вычет Достаточно Подожди, это была первая маленькая фразочка Она не прозвучала как единая фраза а как маленьких три кукаряков Мне так показалось Попробуй еще плотную Я в это поверить не могу, но не могу в это проверить. А можно нотки посмотреть? Бывает, что и в нотах отпечатки встречаются. Но знаете, ничего страшного нет. Давайте посмотрим. Ну, конечно, я отказалась права. Ну, как же так? Почему я заподозрила, что здесь ты играешь неправильными штриками? Саша, я тебе расскажу. Потому что музыка построена так. Она начинается из-за такта. И первая реплика идет к устойчивым четвертям, к ярким нотам. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-та-та-рам-пам-пам. Это невозможно сыграть леганта. Так не может быть. По музыке так не может быть. Поэтому я заподозрила. Скорее всего. То есть понимаешь, что получается? По музыке хочется, чтобы это было сильно, ярко и убедительно ноты вставлены. А у тебя так не получается. Вот почему надо учить правильные штрихи всегда. И даже не рассуждать на пути. Потому что музыка – это вопрос. Музыка. Вот у меня не было ног, но я догадалась. Мне хотелось в этом месте языка правильных штрихов. Потому что так, как ты играешь, получилось не… ну, не убедительно очень. Мы поняли, что ты нас призываешь в этот танец. Ты призываешь встать, топнуть ногой, а нога не топнулась. Вот как ты играешь. Вот для чего нужны штрихи. Правильно. Давай попробуй еще разочек. И си, и соль, и ре, и следующее до, конечно, берутся языком. Уверенно, мощно, мощным выдохом. Давай еще попробуй. Лучше. А еще разочек. А ты что, боишься четвертей? Четвертей дольше, чем восьмые? Дольше. Значит, что дольше-то, что больше-то? Духовик. Духовик. Чего туда больше и дольше добавляет, если нота больше и дольше? Выдоха. Выдоха. От этого не делаешь. Вот опять. Ну, тут же написано четверть. Значит, выдоха в два раза больше. И сразу мамочка захочет встать и пойти с тобой в хоровод. Мы идем сейчас от музыки, но приходим к неправильно выученному тексту. Вот и все. Передай своему педагогу, пожалуйста, чтобы повнимательней выучивал с тобой штрихи. Я не услышала первые три ноты. Скажи, пожалуйста, а как ты туда подаешь воздух в инструмент, Саша? Только на какие-то определенные нотки или всегда? Всегда. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А что ж первые три мимо? Мимо пролетели. Случайно? Ну так сделай правильный. Только побыстрее. Камера же работает у нас. Побыстрее работает. Вдох, выдох. Покажи, как ты умеешь выдыхать воздух туда. Лучше. Только чего ты испугался? Даже если ты заткнулся. Ну заткнулся, ошибся. Ты сразу перестал выдыхать воздух. Может быть за лето, за лето ты забыл очень такую такую, самую главную нашу вещь. Может быть так бывает. Но все-таки лето, все-таки каникулы. Что ты играешь на духовом инструменте? И все, что ты хочешь сказать через саксофон, ты можешь сказать только выдохом. Сильным выдохом. Умеешь сделать выдох хороший? Да. Умеешь? Не забывай. Я вижу, что умеешь. У тебя был хороший учитель. Это видно. Ты умеешь делать выдох, но почему ты его не делаешь? А это мама. А это дисциплина. Вот. Все. Пожалуйста. Значит, наверное, какой-то еще и вдох должен перед этим быть другой. Да? Помощней может быть даже. Ну давай, это так же, как ты умеешь. Еще. О! Молодец. И перестал сразу дышать. Так же вдох и так же выдох. Дальше. И как ты умеешь брать вдох только медленно и с шумом-то, а тебя что, не научил учитель брать этот правильный вдох? Приоткрываешь ротик и быстро. И ты уже весь воздух. Он граешься. Это очень шумно и через горло. И медленно. Это неправильный вдох. Пожалуйста, вспоминайте, как это делается. Открываешь этот. И туда. И в спину. И в ребра. И это. Да? Не только. Так мы и делаем. Выдыхай. Ты не выдыхаешь воздух. А я не услышала. А ты не выдыхаешь. Ты играешь. Знаешь, вот такая манера игры, как у тебя, она называется. Ты играешь для себя. Сейчас. Для себя. Почему? Ну, ты себя слышишь на расстоянии вытянутой руки. Ты себя слышишь. А вот мама уже не слышит. Играй для нее. Играй для публики. У нас много народу полный засад. Играй для публики. Значит, надо играть туда. Вдох, выдох. Звучи каждую ноту озвучили. За лето появилась слуховая лень. Так тоже бывает. Что такое слуховая лень? Ухо не ввинчивается в каждую нотку, не вслушивается в каждую нотку. Почему? Лето лень. Давай вспоминай. Каждую. Ну и что? Сочиняем. А почему ты пристаешь дух сразу? Ну и что? Я не слышу ноту до диез, си диез. Ты заболтал это место. Значит, наоборот, надо еще плотнее озвучивать, чтобы разболтать. Заболтал это что? Гонял мимо ушей. И это слышно. И это совсем неправильно. Это самая главная ошибка. Шевелить пальцами и думать, что я играю на духовом инструменте. И продуваю. Озвучиваю. Не надо пальцами. Не надо пальцами. Саш, замри. Не надо пальцами. Не надо пальцами. Не надо пальцами. А скажи, как ты делаешь так, чтобы нотки не проскакивали, чтобы каждая нотка твоя под контролем была? Как ты делаешь? Как это делаешь? Я пропевала каждую ноту и слушала. Если бы ты пропел, у тебя бы ничего не проскочило. Ты говоришь правильные вещи. Видимо, тебя учил хороший учитель. А делать кто будет? Надо же это делать. И все получится правильно. Давай проговаривай. Говоря фа диез опять, он проскакивает. А ты слышишь сам или ты не слышишь? Так не делай так лучше. Я не понимаю, что ты делаешь. Ты накнул, накнулся, согнул палец, зачем? Очень странное ощущение. Ты почему-то не поешь совсем в инструмент. Не поешь. Не дуешь в воздух. Не поешь, не дуешь, не звучишь. Для меня это странно. Я учу своих учеников по-другому. Я учу их тому, что мы играем выдохом. И каждую нотку надо звенеть, озвучивать как? Пропевать, продувать. Мы не можем петь песню, если мы ее выдыхаем. Ты почему-то не дуешь совсем. Вот это для меня странно. Странно. Вроде и звучишь неплохо, и мальчик музыкальный. А что ж ты не дуешь туда воздух? Ты дуй саксофон воздух. Вот только последнюю ноту почему-то прокисла она. Почему? Зачем ты снял последнюю ноту? Вот сейчас ты продул все, и все получилось. Ты меня не понимаешь? Ты молчишь? Ты не спрашиваешь ничего? Понимаю. Понимаю. Я тоже показалась, что ты не можешь так делать, правильно? Зачем ты снял последнюю ноту? Мы дуем. Ты же в самом начале сказал очень важную вещь. Что ты продуваешь каждую ноту. Прости, я тебя разочариваю. Ты не делаешь то, что говоришь. Ты не продуваешь каждую ноту. Вот ты начал сейчас продувать каждую ноту. Обрати внимание, он зазвенел. Цексофончик зазвучал. А самое главное, у тебя получилось ровно. Ни одна нота не проскакивает. Вот это было хорошо. А еще так можешь? Вдох, выдох, продуваешь. Ну? Зачем ты дуй-то перестаешь? Играй что-нибудь. Гораздо лучше. Мне вот этот пассажик нравится гораздо больше сейчас. Почему? А он зазвучал. Я наконец-то услышала тембр твоего саксофона. Он очень приятный. Он приятный. Он такой и мягкий. В то же время слышится какой-то тембр. Очень такой, немножечко золотистый. Это прекрасный тембр. Но он появился только тогда. Саша, когда ты стал туда, в инструмент подавать хороший направленный выдох. А как же так? Ну что, ты умеешь так играть, значит, с таким выдохом хорошим? Да. Умею. Я тебе советую так играть всегда и не терять самые главные вещи. Хорошо. Что еще? Можешь сыграть какую-то кусочку? Может быть, канцелена какая-то есть у тебя на буте? Неужели твой педагог не давал тебе канцеленных пьес? Не могу в это поверить. Мы же на саксофоне поем. Это же инструмент техничный. Не всегда, но еще пивучий и очень. Ну, сыграть что-нибудь в кусочек, спонял. Но только помни, ты говорил важные вещи. Каждую ноту ты поешь, озвучиваешь. А когда мы поем себе под нос, как ты, это называется не пение. Это называется напивание. Напивать и петь – это разные вещи. Наигрывать и играть – такие же разные вещи. Ну, ты понимаешь, в чем разница? Ну, как ты думаешь, в чем разница? Расскажи. Вот напивать – напивать и петь. Напивать… Ну, как ты это чувствуешь? Как тебе кажется, что это, в чем разница? Ну, это что, себе что-то… Себе под нос, конечно, напевать. Вот как ты сейчас играла. Напивать. А петь? А петь – это когда всему залу, всему… Конечно, всему залу слышно. И что надо для этого делать, чтобы не напевать? Нужно выдыхать. А петь? И сильно петь. Сильно петь – это когда? Кричать что-то? Нет. Наверное, не петь сильно, а что делать все время? Сильно выдыхать. Ну, сильно, не знаю, сильно, не давить только, да, знаешь, давить нельзя. Но все время выдыхать. Все время выдыхать. Для этого все время нам требуется что? Нам требуется вдох. Наверное, какой-то особенный вдох. Не просто, чтобы напивать, а какой-то особенный вдох. Какой-то? Знаешь? Хороший. Глубокий. Знаешь такое слово? Да. Вот ты выучи его, пожалуйста. Видно, оно к тебе не привыкло, это слово. Наверное, тебе учитель его не говорил никогда. Значит, глубокий вдох – это глубокий вдох, это совсем другое. Тогда ты будешь петь. Так, как ты стараешься, качаешься. Это напевать. Это неинтересно. Для самого себя – да. Но мы же играем для самого себя. Все равно играем для людей. Все, поэтому надо учиться брать глубокий вдох, сильный выдох хороший. Всегда. И звучать всегда. Петь всегда. Да? Вот и не забывай про самое главное. Ну, ты будешь играть? А что стараешься? Надо начинать. Вдох, выдох, играй. Не тяни время никакой. Присаживай плечами вдох, плечами. Это правда неправильно. Лето, лето. О, лето, матушка. Самые главные привычки уходят, а прилипают самые неглавные. Какие? Пальцами стучать. Здесь что-то проверять, зачем. А самое главное – вдох, выдох. Вдох, выдох. Самое главное. Вдох был хороший. Сразу испугался. Играть перестал. Так ты его выдыхай вперед с первой ноты. Ва. 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 Извини, извини. Я смотрю, ты владеешь приемом вибрато. Да? Уже. Ну, если ты это умеешь делать, так сделай вибрацию настоящую, а не как козлик клеит барашек. Хе-хе-хе. Это зачем? Как ты делаешь вибрацию? Хорошо. Поняла. Это была фразочка, да? Твоя песня? Ну, она стоит вокруг тебя. Последняя нота – вибрационная, хорошая. Я поняла, что ты умеешь играть в красивую вибрацию. Это какой? Спокойную. Не очень сильно бьющую. Спокойную. Но нет направления выдоха совершенно. Если ты это умел делать, ты это потерял. Завета. Значит, надо восстанавливать. Если не умел, надо срочно учиться к этому. Глубокий вдох и направленный выдох вперед. А слово вперед, наверное, тебе мало говорили про слово вперед. Да? Ты играешь сейчас куда-то себе в затылок – это не интересно. Это для себя. Вперед. И от этого знаешь, что получается, Сашенька? Каждая твоя нота остановилась. Ты как будто берешь ноту, смотришь на нее. Ля-ля-ля. Ля-ля. Это игра для себя. У нас не останавливаются ноты. Как только ты останавливаешь ноту, на сексакон случается звуковой трава. Звук падает. Еще давай. Слово вперед. Слово глубокий вдох. Дуем вперед. Польем. Мы так не поем. Дуй все ноты вперед. Пожалуйста, играй. Что ты стоишь? Первые ноты не было. Она зажатая. Первые ноты – до. А чего ж ты ее так затыкаешь, Сашенька? Зачем? Ты всегда так начинаешь играть? Так не надо делать. Может быть, тебя так учили, мы не знаем. Но первую ноту мы никогда не затыкаем. Зачем? Первая такая же как вторая, как третья. Ля-ля, ля-ля, если ты поешь, и правда поешь. Ты можешь побыстрее начинать, да? Сейчас мне больше понравилось, но ты все равно останавливаешь две минуты. Останавливаешь, трясешь их за чем-то, а они перетекают дальше в плане вместе с вибрацией своих. Вибрации мы украшаем не отдельно взятую ноту, а вибрация – это выдох, который немножечко волнистый. Согласен? Да. А что, у тебя выдох на отдельную ноту какой-то? Ты как выдыхаешь? Как тебя учили? Вот мне интересно. Отдельно на каждую ноту выдыхаешь и смотришь на нее? Нет. Или пронзаешь насквозь все ноты? Все ноты. Ну смотри, как интересно. Если ты все ноты пронзаешь выдохом насквозь, то когда у тебя вибрация в звуке происходит, то вместе с вибрацией этим же выдохом пронзаешь все ноты насквозь. Но ты так не делаешь, ты делаешь по-другому. Останавливаешь, смотришь ее, останавливаешь, смотришь ее. Нет, неправильно. Попробуй еще по-другому. Все проще. Ты дуешь вперед. Весь твой выдох пронзает все нотки. Тогда получится целиковая фраза. Вибрация – это выдох, но не ровный, а волнистый немножко выдох. Согласен? Нот же один. Пронзай ноты вместе с вибрацией. Вибрация из одной ноты переходит в другую. Вот как будет здорово. Потренируйся так дома перед зеркалом. Должно все получиться. Слушай. Хорошо. Ты понял? Да. Сделай еще раз так. Хорошо. Так играть проще. И понятно. Вибрация не должна нам мешать. Если раньше без вибрации, когда ты играл… Ты же когда-то играл без вибрации? Да. Играл. Ты как играл? Брал глубокий вдох и все нотки на одном выдохе соединял? Правда? Да. Или тебя учили по-другому как-то каждую нотку на своем воздухе брать? Нет, меня учили все нотки на одном выдохе. Так тебя правильно учили. Ты был очень на ушах в руках. Великолепных. А что ж ты не применяешь-то все, чему тебя научили? Применяй. Ты все знаешь, а ты обученный мальчик. Тебе самому преподавать можно уже. Ты все знаешь. Ну и пойми, просто пойми и делай, что вибрация – это не страшно. Это тот же самый выдох. Только он какой? Немножко волнистый. Немножко волнистый. Ну он же пронзает все ноты. Ну и что? Не спотыкайся об вибрации. Не спотыкайся. Будет прекрасно. И у тебя подьется вроде. Вот так мы и делаем. Ну еще попробуем. Нет, ты не дуешь туда с первой ноты. Это плохая, это грубая ошибка. Она мешает тебе полюбить твой звук сразу. Это неправильно. Скажи, а почему ты затыкаешь первую ноту все-таки? Ты так сделал раз, второй, третий. Значит, ты привык так делать уже. Ты боишься, что шлепнется первая нота, шлепнешь неаккуратно, да? Или ты пытаешься аккуратно начать не поэкнику, а где нет? Саша, расскажи, пожалуйста, нашему слушателю. Я пытаешься сделать аккуратно. А, ты пытаешься сделать аккуратно. Ну, ты пытаешься сделать аккуратно. Сразу. А кто тебе сказал, что аккуратно – это очень тихий себе понос? Это не есть аккуратно. Мы хотим услышать первую ноту, ты нас обкрадываешь. Вон, мама заплатила за билет, пришла деньги. А ты ноты крадешь уже. Как это? Нельзя. Все нотки давай. Да-ра-ра. А что, если язык прислонится, дашь воздух с первой ноты будет неаккуратно? Ты думаешь? Если так будет, значит, домой все. Встать перед зеркалом и тренировать начало звука, чтобы было аккуратно. И все. Ты неправильно выходишь из положения. Ты вышел из положения, убрал звук. Зато у меня аккуратно. Ты ошибаешься. Это называется по-другому. Ты не играешь с первой ноты. Это ошибка. Так что, дорогой, это надо убирать и исправлять. Хочешь аккуратно, боишься, что шлепнешь, так не шлепай. А если шлепает язык с первой ноты, значит, это надо отработать. Сильно. Давай еще разочек сыграть. И постарайся дать воздух сразу с первой ноты. Начать спеть с первой ноты. А еще первую ноту. Нет, первая нота. А нет, ее нет. Ты ее прикусываешь сначала. Да, первая нота. Вот была грязная как раз не первая, а третья нота. Вот так. Ты неправильно это делал. Неправильно это делал. Делай аккуратно, пожалуйста. Да, мы играем только аккуратно. С помощью выдоха, с помощью воздуха. И никакой ноты. Если воздух не аккуратный, язык грязный, отрабатываем. Но снимать воздух и не дуть, никто не разрешает. Смотри. Давай еще попробуем. А еще нелюбовь к затактовым нотам. Вот что у тебя. Я понял. Первые две ноты ты им не любишь. Озвучили ли их? Еще. Их не слышно? До. Открывай ротик и начинай петь. До. Ро. Начинай петь с первой ноты. А не стримить. Это плохая привычка. Это привычка, от которой надо избавляться. И не прикрывайся музыкальностью. Это не музыкальность. Это не обученность. Жаль. Это упрямство. Что уже я сейчас раза четыре про это сказала. Ты даже попробуй не приходишь. Открывай. Вот с первой ноты. С первой. Дуй воздух с первой ноты. Саша. И будешь играть лучше. Что ж ты так делал? Упрямый мальчик. Пробуй. Попробуй. И первую ноту пропускаешь вообще. Мимо ушей, мимо внимания. И это очень хорошо слышно. Ну то есть не будешь сейчас. Не подучиться. Не хочешь. Хорошо. Я поняла. Ну педагогу скажите своему, что вот на это надо все-таки обратить внимание. ноту. Ты можешь протянуть первую ноту? Покажи. Покажи, как ты нотки протягиваешь. Попробуй. Ты. А когда пьесу играешь, не надо стихать. А когда пьесу играешь, что ее нет этой нотки? Она у тебя хорошо делится. Открывай ротик, попробуй сыграть, озвучить это все сразу. Это называется слуховая лень. Озвучиваешь только те ноты, которые тебе хочется. Неужели тебя не учили, что надо озвучивать каждую нотку? Лучиные. А что ж ты так не делаешь? Каждую. Особенно мелкие, кстати, потому что длинные их и так слышно. Их и так все услышали. А вот мелкие пробегают мимо. Озвучили? Озвучили? Заниматься просто первыми двумя нотками. И все. Сыграй первые две. Та-ра-ра, да-ра-ра. Очень хорошее упражнение. Та-ра-ра. Чтоб ты привык и понял, что музыка начинается с первого мгновения, а не с третьего. Ну, да. Ну, 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 поиграй две нотки. Можешь? Опа. Нет, я сказала поиграй. Ля-ля-ля, а не и-и-и. Ля-ля-ля. Если так не получается, у тебя проблема с другими, у тебя проблема с ушами. Странно. Окажешься музыкальным мальчиком. Так ты не слышишь? Не слушаешь? Еще по-другому. Услышишь? Осознай эту первую ноту. И вторую ноту. Да-да-да-да. Ты их не играешь. То, что ты зажимаешь пальцами, это к делу не опустится. Играть – это продувать. Ты не продуваешь первую двумя ноту. Еще пробуем. Ну, быстрее. Можно пробовать? Пожалуйста. Первая. Зажатая. Да-да-да. Ну, открой. Вот так. А почему ты не закрыл? Странно. До-ра-ра. Играем с первой ноты. Да? Попробую еще. И еще. Хорошо. Нет. Открывай с первой ноты. До-ра-ра. А кстати, на какую ноту ты поешь, на какую макуночку? Как будто про себя. На у. На у? Да. А первую ноту как поешь? Тоже. Ну как, как? У? Неправда, ты языком берешь. Подумай – как ты берешь первую ноту? Как ты ее поешь? До-у-у-у-у. Так, идея. До-у-у-у-у-у-у-у-у. А где у-у-у? А где? До-у-у-у-у-у-у. Нету. Говоришь да, но ты не поёшь. Вот это повнимательней просто. Ну-ка ещё. Ну, пожалуйста. Ты занят каким-то вдохом, что у меня? Ду. Твоя задача сейчас, Сашенька. Ну, озвучь первую ноту. Ещё. Не третью, а первую. Ещё. Вот сейчас я услышу. А ещё. Сейчас нет. Ты занят вдохом, шумным, а ты должен быть занят первую ноту. Ты же не думаешь, что это не в ходу. Ну, а зачем ты думаешь? Хорошо. А как услышать ноту? Вот хорошо, не получается. Ну, значит, тебя этому не научили. Хорошо. Хорошо. Скажи, пожалуйста, как ноту услышать? Как её озвучить? Как это? Что это? Ты знаешь? Как это? Ты понимаешь? Да. Ну, как? Что надо сделать? Ну, нужно услышать. Успеть услышать её, да? Да. Ну, так ты же её не успеваешь и слышишь. Это так хорошо слышишь. Ну, что, не получается? Надо тренироваться. Тренируйся. И всё. Получится. Знаешь, ленивые уши, медленные уши, медленные мозги. Так бывает. Как тренировать мозги? Тренировать на скорости. Кстати, там эти умножения, знаешь? Да? Всё? А, всё, всё, всё. Ну-ка, пятью пять, сколько? Десять. Десять. Ну, вот так у тебя и первая нота звучит. Мамочка, обратите внимание, ладно? Вот так он слушает первую ноту, как пятью пять, десять. Вот и всё. Не страшно. Всего можно добиться, Сашенька. А ты натренируешься обязательно, но здесь не будешь тренироваться. Хорошо? Пять утрен, двадцать лет, просто не переживайте. Но таблицу умножения, конечно, надо уже выучить. А тебе сколько? Тебе уже есть восемь лет? А школу ты в какую последнюю школу? Ну, самое время. Сейчас ещё лето, то есть сентября есть время. Да, Сашенька? Самое время сейчас заняться таблицей умножения. Ну, давай ещё в завершение нашего... Ты уже устал, конечно, пора заканчивать там урок. Ну, давай всё-таки первую ноту попробуй озвучить. Значит, ты правильно сказал, её надо успеть услышать. Ты не успеваешь. Ну, так ты её услышишь, ты её представляешь уже. Первую. Льду. Ну, так вот она. Ду. Ага, давай, звучи и слушай. Таблицам не самого ужасного. Вдоха. Шумного. Кошмарного. Зачем? Ещё? Таблицам не нужно. Нет, нет, нет. Катерик, я не слышу первую ноту. Почему? Почему ты иск價ами ты не слушаешь? Да, не получается, не понимаешь или не успеваешь? Вот что? или привык играть тоже а зачем ты привыкаешь играть еще вам как-то бы немножко пошустрее мальчик у вас стоит и не работает это не это плохое качество не длительность скажу сделано ищи еще а сделай на пятерку лучше лучше молодец я слышу вторую и самую громкую третью а я хочу первую первую услышь пьеса заиграла сразу завибрировал с первой ноты еще лучше в таком направлении и работайте первые ноты нам необходимо без первых нот играть нельзя ты сам запомнил что ты сейчас делаешь тебя сейчас зазвучала первая нотка как ты сделал чтобы запомнить чтобы запомнить как что-то озвучил а дает а говорил все все-таки все а когда начал действительно все у тебя зазвучал саксофон с первой ноты сразу все стало получаться ни одна нотка мимо слушателя не прошла пожалуйста и если ты выучил уже эту пьесу заучил как-то неправильно я очень тебе советую еще лето у тебя еще есть время переделай переучи как это мы называем озвучь тебе надо вытащить каждый звук каждый и тогда при встрече с твоим педагогом в твоей музыкальной школе ты своего педагога очень порадуешь вот тогда договорились все молодец нашу руку закончу старайся молодец для второго класса не плохо и неплохо мамочку но продолжайте все будет хорошо